Всем привет, я Артём Кашканов, и сегодня у нас будет небольшая экскурсия по моему станочному парку. Основные экспонаты, вернее единственные экспонаты, это 3D-фрезер DIY 2020 CNC и 3D-принтер Aneta 6 Prusai 3. Но для начала небольшое обновление по моему брейнфак-компьютеру. Я закончил травить все 30 пластин печатных плат. Да. Большинство из них односторонки, часть двухсторонок. Теперь необходимо все их покрыть паяльной маской. Я как раз занимаюсь подготовкой вентиляции для этого действия. Потом насверлить три десятка тысяч отверстий и нарезать две сотни модулей. Именно для этих двух операций я и приобрел себе 3D-фрезер. И до сих пор его даже не настроил. Помимо этого я наконец-то закончил с разводкой платы памяти. И отправил файлы на завод по изготовлению печатных плат. Плата памяти 300 на 200 мм, там куча всякой требухи. И видео о том, как она устроена, я обязательно сниму. Фрезерный станок DIY 2020 CNC. Ссылочку найдете в описании под видео. Рабочее поле заявленное 200 на 200 на 65 мм. По факту у меня 205 мм по Y, 185 мм по X и 60 мм по Z без стола, которого не жалко, и 40 мм с ним. На столе, который не жалко, я разместил пару винтов, с помощью которых могу закреплять листовые заготовки, в частности свои пластины из текстолита, чтобы их сверлить. Шпиндель, 300 ватт, воздушное охлаждение на 12 тысяч оборотов. Шаговики, NEMA 17, такие же, как на 3D в принтере, на 1,7 ампера по штатному. И 2,5 ампера я сюда установил уже самостоятельно. Это самый мощный в серии. В комплекте по умолчанию идет цанга на 375 мм для обычных фрез и сверел. По сверлам и фрезам у меня с незапамятных времен остался наборчик от 0,5 до 3 мм, которыми я сверлю плату вручную уже очень-очень давно. Также я заказал себе мои уже ставшие любимыми фрезы кукуруза. Жутко злые штуки, по факту. Вот так вот они выглядят. Я ими спокойно обрабатываю алюминий, спокойно режу сталь, мягкую сталь, конечно же. То есть очень злые. Есть у меня набор фрез различных диаметров от 0,6 до 1,5 мм. Самой тонкой фрезы почему-то уже нету. Пишите в комментариях свои догадки по поводу того, куда же могла деться самая тонкая фреза. Для фрезеровки рисунка печатных плат я купил себе несколько граверов. 10 градусов с полочкой 0,1 и 30 градусов с полочкой 0,2 мм. Я их по факту еще не пробовал, но на прошлом станке они показывали себя очень хорошо. Также у меня есть набор цанг различного размера. От 2 до 7, насколько я помню, миллиметров с шагом единицы. Ну, фокус. С помощью которых можно будет зажать большее число магазинных фрез на 4,6 мм диаметром. И пользоваться станок в более широких пределах. Конструкция с подвижным столом. Все направляющие это цилиндрические 12-мм валы. Тяги на обычных 8-мм шпильках. По факту у этого станка все те характеристики, которых не должно быть в нормальных 3D фрезерах. Зачем же я его купил? Для сверления печатных плат особой жесткости конструкции не требуется. И при своей стоимости в 165 долларов без учета доставки, он со своей задачей справится. С другой стороны, китайские фрезерные станки с цилиндрическими рельсовыми направляющими, с ШВП, с алюминиевой рамой стоят безумно дорого. Ну, не безумно, но дорого. Соответственно, с его помощью я решу свою проблему по сверловке печатных плат. А впоследствии уже построю на базе его электроники, которая по отдельности, кстати, выйдет в те же самые 165 долларов. Нормальный крепкий станок из алюминия, с направляющими, с ШВП и так далее. Электроника. Она разместилась у меня на задней стенке. Плата драйверов. Это TB6560AQ на 3,5 А. USB контроллер для программы USB CNC, которая управляет этой платой драйверов. Блок питания импульсный для питания электроники и шаговиков. И трансформатор на 48 Вольт, 50 Вольт Ампер для питания шпинделя. Я не знаю, какой сумрачный китайский гений догадался комплектовать 300-ваттный шпиндель 50 Вольт Амперным трансформатором. Для фрезеровки печатных плат этого, в принципе, будет достаточно. С другой стороны, у меня импульсный блок питания на 48 Вольт и 7 Ампер имеется. И я его впоследствии поставлю. Здесь важный нюанс. Никогда не располагайте электронику сзади фрезерного станка. После самых первых проб что-нибудь просверлить и профрезеровать, она будет вся покрыта пылью. И будет хорошо, если эта пыль будет изоляционная. Я так сделал исключительно для пробы. И впоследствии прикупил вот такой вот советский корпусочек, некого блока поверки, который закрыт со всех сторон стенками. То есть у него нет вентиляционных решеток, как у большинства приборов в подобном корпусе. В котором успешно размещу всю электронику фрезера. Аккуратненько через разъемы буду их подключать. И она уже не будет пылиться. В своих дальнейших роликах я покажу, как я пользуюсь станком и что на нем выделываю. Ну и конечно же запечатлю процесс сверлов печатных плат. Перейдем к моему самому долгожданному и желанному приобретению. Это 3D принтер. Anet A6 Prusai 3. Ссылочку также увидите в описании под видео. Обошелся он мне в 150 долларов с учетом доставки. Прибыл буквально за 6 или 7 дней из Подмосковы. Я его буквально за один вечер собрал и уже на следующий день начал на нем печатать. Пытливые зрители увидят, что мне лень снимать защитную пленку. В каких-то местах я ее снял, в каких-то мне стало лень этого делать. И он до сих пор остался в большинстве своем покрыт защитной бумажной пленкой. Но ничего страшного. Лучше сохраниться. Конструкция. Точно так же цилиндрические направляющие по всем осям. Здесь они 8 мм. Ну, в принципе, для 3D принтера не требуется какой-то существенной жесткости конструкции. Этого достаточно. Подъемные направляющие. Это винты с бронзовыми втулками. Практически не люфтящие. По крайней мере, намного меньше люфтят, чем в случае с фрезером. Там используется очень хитрая конструкция. Два мотора по оси Z. Моторчики по оси X и Y. Это Нема 17 на 1,7 А, как я понял. Стандартная для таких вещей конструкция экструдера. Мотор экструдера. Там внутри колесика. Вентилятор охлаждения. С этой стороны у нас находится турбинка, которая охлаждает выходящую. Пластик. Снизу у нас сопло. В стандартной поставке 0,4 мм. Я заказал еще 0,2 мм. И надо заказать 0,8 мм, чтобы можно было печатать более толстым слоем и гораздо более быстро. Поскольку большие детали печатать в течение 30-40 часов, ну, совершенно никакого удовольствия. Насколько мне известно, у А6 появился графический дисплей, довольно красиво отображающийся. Я что-то выдернул, но ничего не погас. Что это было, интересно? Давайте его включим. Опа! Вот он у нас отобразился. Простой, довольно, интерфейс. То есть температура сопла, стола. Прогресс бар, который отображает, сколько принтер уже напечатал, сколько ему осталось. И общее время печати. Я уже что-то на нем печатал. Какие-то вещи, которые я вам покажу. Ну, я думаю, описаний того, как устроено меню в интернете полно. И самостоятельно проделывать эту операцию еще раз я не буду. Поэтому поговорим о косяках. Косяк номер один. Вернее, рекомендация. Я внимательно смотрел видео по сборке этого станка и внимательно читал все надписи на шаговиках. В итоге я получил деталь в зеркальном отражении. Как оказалось по ворумам, я банально перепутал оси X и Y. И здесь я немного смутился. На 3D фрезере у меня ось X это движение стола, ось Y движение каретки. Здесь по надписям я собрал точно так же. Это ось X, это ось Y. Оказалось наоборот. Это ось X, это ось Y. Я уже переставил местами шаговики и концевики и все стало на свои места, но факт остается фактом. Второй косяк заключается в вырезанных деталях. Кто-то на форумах жалуется о том, что отверстия под направляющие недостаточного диаметра, то есть валы в них не лезут. В моем случае все было с точностью наоборот. Валы ровно 8 мм, отверстия под них 8,2 мм. Поэтому тонкий слой изоленты с обеих сторон, что сверху, что снизу, решил проблему того, что валы люфтили. Сейчас валы не люфтят и все в принципе нормально. Третий мой личный косяк, это вот эта дырка в столике. Детали отрадырать практически невозможно. Кстати, пишите в комментариях, на чем печатаете вы. Я уже читал, что кто-то печатает на клей ПВА, кто-то использует специальное стекло, кто-то перфорированную поверхность. Мне интересно почитать, на чем лучше всего печатать. Основная проблема этой бумаги, на мой взгляд, в том, что от нее реально сложно оторвать деталь. Хотя, возможно, я что-то неправильно делаю. С другой стороны, возможно, в этом виновата Кура, которая делает абсолютно сплошную заливку поверхности подготовительной, на которой печатается деталь. Мне уже товарищ порекомендовал программу Рапитерхост, в которой, мол, очень много настроек, которые позволяют поиграться с тем, какой должна быть поверхность, какие должны быть подпорки и так далее. Пишите в комментариях, каким слайсером пользуетесь вы и какой считаете наилучший в этой сфере. Первая моделька, которую я напечатал, стала TARDIS. Довольно кривая, ввиду того, что у меня не сильно натянутые ремни и нужны утяжелители, но все же вполне себе. Следующий я попробовал напечатать далека. Очень неплохо получилось, хотя я сломал пушку и пришлось ее перепечатывать дважды, поскольку второй комплект я тоже сломал. Дальше была фигурка FLATTERSHI, на которой я как раз увидел, что у меня печатается все зеркальное и переделал. Ну, а также одну втулочку для советской мясорубки. Пара слов о том, зачем же я купил себе 3D принтер. Кстати, зачем? Реально, при покупке 3D принтера у меня не было каких-то особых идей о том, что я на нем буду делать. Ну, это же круто, иметь свой собственный 3D принтер. Но, как только он прибыл, у меня родилось несколько очень интересных идей, о которых я обязательно расскажу вам на своем канале. И я надеюсь, что они вам очень понравятся. Правда, печатать их порядка 500 часов, но это мелочи. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, а также на хабре GeekTimes, ВКонтакте, Google+, ставьте этому видео лайк. А если у вас есть интересные вопросы, пишите их в комментариях. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok